Совершенствование системы ПВО КНР на фоне стратегического соперничества с США ЧА. 7. В настоящее время по количеству развернутых зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности Китай сравнялся с Россией. При этом очень активно идет процесс замены устаревших ЗРК с жидкостными ракетами новыми зенитными системами с твердотопливными ЗУР. До начала 1990-го годов наиболее дальнобойным и высотным огневым средством войск ПВО Китая являлся ЗРК первого поколения НКЮ-2, созданный на базе советского С-75, подробнее здесь. Во второй половине 1980-х на основе образцов, полученных из Египта, в КНР были созданы ЗРК НКЮ-2В, спусковой установкой на шасси легкого танка, и НКЮ-2ЁД, буксируемые. Наибольшее распространение получила модификация НКЮ-2ЁД, поздние варианты которой до сих пор несут боевое дежурство. По своим возможностям комплекс НКЮ-2ЁД вплотную приблизился к советскому ЗРК С-75М «Волга». Однако добиться характеристик дальности и помехозащищенности ЗРК С-75М-3 «Волга» в ЗУР В-759-5Е-23 китайским конструкторам не удалось. Серийное производство ЗРК НКЮ-2ЁД завершилось приблизительно 15 лет назад. До недавнего времени комплексы первого поколения с ракетами, заправляемыми жидким топливом и едким окислителем, являлись наиболее массовыми в системе ПВО «НОАК». Испытательный пуск зенитной ракеты ЗРК НКЮ-2ЁД. В 21 веке значительная часть наиболее свежих ЗРК НКЮ-2ЁД прошла серьезную модернизацию, направленную на повышение помехозащищенности и увеличение количества одновременно обстреливаемых целей. Для этого в состав НКЮ-2ЮД была введена многофункциональная РЛС «Сафар-Н-200», разработанная для зенитно-ракетного комплекса НКЮ-12. Согласно информации, опубликованной в китайских СМИ, немодернизированные НКЮ-2 в массовом порядке снимаются с вооружения. Оставшаяся инфраструктура и пусковые позиции после реконструкции используются для развертывания зенитно-ракетных систем HQ-9, HQ-12 и HQ-16. К началу 1980-х стало ясно, что Китай сильно отстал в области современных средств ПВО. В то время в КНР предпринимались попытки самостоятельного проектирования ЗРК средней и большой дальности. Но ввиду недостатка опыта и неспособности радиоэлектронной промышленности КНР создавать изделия мирового уровня, до серийного производства собственные разработки доведены не были. Тем не менее, накопленные результаты и наработки пригодились при создании зенитных комплексов малой и средней дальности, которые представляли собой конгломерат технических решений, заимствованных с западных образцов и собственных конструкторских находок. В 1989 году на аэрокосмическом салоне в Дубае впервые был продемонстрирован ЗРК малой дальности HQ-7. Этот комплекс создавался в рамках оборонного китайско-французского сотрудничества на базе мобильного ЗРК CROTAL. Боевая машина ЗРК HQ-7В В состав батареи ЗРК HQ-7 входит машина боевого управления с РЛС обнаружения воздушных целей, дальность 18 км, и три бронированных боевых машины со станцией радиокомандного наведения, на каждой из которой имеется четыре ЗУР. Машина боевого управления батареи ЗРК HQ-7В В модернизированном ЗРК HQ-7В применен батарейный пункт боевого управления, оснащенный РЛС с фар, дальность обнаружения 25 км, а максимальная дальность пуска ракет увеличена с 12 до 15 км. При этом значительно повышена помехозащищенность и вероятность поражения. Согласно китайским данным, в простой помеховой обстановке на дальности 12 км, вероятность уничтожения цели типа МиГ-21, летящей со скоростью 900 км в час, двухракетным залпом составляет 0,95. ЗРК HQ-7-7В состоят на вооружении подразделений ПВО сухопутных войск, и используются ВВС для защиты аэродромов. Зенитно-ракетными комплексами этого типа в прошлом прикрывались крупные авиабазы, расположенные вдоль Тайваньского пролива. Для боевого дежурства по охране стационарных объектов из состава зенитно-ракетного дивизиона обычно на ротационной основе выделялась одна из трех огневых батарей. Длительность нанесения дежурства 10 дней Прикрытие авиабаз и позиции зенитно-ракетных систем большой дальности также осуществляют ЗРК HQ-64, HQ-6D, HQ-6A. В составе этих комплексов используют САЗУР, созданные на базе итальянской авиационной ракеты средней дальности с полуактивной головкой самонаведения. 1. Итальянская ракета в свою очередь имеет много общего с американской ЮРВОЗДУХ-ВОЗДУХ-7. В середине 80-х в рамках военно-технического сотрудничества Италия поставила документацию ПАУР-1. На основе итальянской лицензии комплектующих в КНР в 1989 году началась сборка зенитных ракет и ракет-воздух-воздух, предназначенных для вооружения перехватчиков. 8. Но после событий на площади Тинянь-Мэнь поставки деталей для сборки ракет прекратились. В связи с этим, было построено ограниченное число ЗРК HQ-61, у которых к тому же имелись серьезные проблемы с надежностью. В настоящее время все ЗРК HQ-61 выведены из эксплуатации. Пуск ракеты с ЗРК HQ-61. Лишь только во второй половине 90-х китайской промышленности удалось освоить самостоятельный выпуск клона китайского Аспида. Ракета, адаптированная для использования в составе ЗРК, получила обозначение ЛИ-60. Китайские военнослужащие ЗУР ЛИ-60. Зенитная ракета ЛИ-60 массой 220 килограммов при запуске с наземной ПУ разгоняется до 1200 метров с ЛЭШ-С и способна поражать воздушные цели на дальности до 15000 метров. В настоящее время ЗУР ЛИ-60 применяется в мобильных комплексах HQ-64, В отличие от ЗРК HQ-61 на HQ-64, принятом на вооружение в 2001 году, ракеты размещены в закрытых транспортно-пусковых контейнерах. При этом число ЗУР, готовых к применению на самоходной пусковой установке, увеличено с двух до четырех. Пуск ракеты ЗРК HQ-64 сообщается, что благодаря использованию более энергоемкого твердого топлива скорость ракеты доведена до 4М, также до 18000 метров возросла дальность пуска. Увеличены надежность аппаратной части и дальность обнаружения РЛС. На следующей модификации HQ-6D имеется возможность интеграции ЗРК в систему управления ЗРС большой дальности, и благодаря внедрению новых микропроцессоров увеличена скорость обработки информации и число целевых каналов. В боекомплект введены новые ракеты с активной радиолокационной ГСН, что позволяет реализовать режим «Выстрелил и забыл». В состав модификации HQ-6А «Артиллерийская» вошла 30-мм семиствольная зенитная артиллерийская установка Тури-730 с радиолокационной оптической системой наведения, созданная на базе голландского корабельного зенитно-артиллерийского комплекса «Голокипер». Пункт управления ЗРК HQ-6А с буксируемой зенитной установкой Тури-730. Есть основания полагать, что построенные ранее ЗРК HQ-6Д модернизируются до уровня HQ-6А. К пункту управления зенитно-ракетным комплексом добавляется двухосный прицеп с зенитной установкой Тури-730. Считается, что это повышает возможности комплекса HQ-6А. По уничтожению маловысотных воздушных целей, который стал зенитно-ракетно-артиллерийским. Согласно справочным данным, в составе системы ПВО КНР боевое дежурство несут не менее 20 ЗРК HQ-6Д-6А. К ЗРК средней дальности собственной разработки относятся HQ-12. Проектирование этого комплекса, предназначенного для замены ЗРК HQ-2, были инициировано в 1979 году. Однако создание твердотопливной зенитной ракеты с той же дальностью и высотностью, что и у ЗРК HQ-2, оказалось очень сложной задачей. Первый образец, известный как KS-1, был представлен широкой публике в 1994 году. При этом в комплексе с твердотопливной мизур использовалась станция наведения ракет СЧ-202В, входивший в состав ЗРК HQ-2ЙОД. Впрочем, характеристики данного ЗРК оказались ниже запланированных, и заказов на него со стороны китайских военных не последовало. Мобильная пусковая установка ЗРК HQ-12. Лишь спустя 30 лет с момента начала разработки в китайские зенитно-ракетные войска получили первый ЗРК HQ-12, KS-1A. Основным отличием стала новая многофункциональная РЛС «Сафара-Н-200» и ракеты с полуактивной радиолокационной ГСН. Зенитно-ракетный дивизион HQ-12 включает ТРЛС-обнаружение и наведение ракет, шесть мобильных пусковых установок, на которых в общей сложности имеется 12 готовых к применению ЗУР и шесть транспортно-заряжающих машин с 24 ракетами. Согласно информации, представленной на международных аэрокосмических салонах, зенитная ракета массой 900 кг способна поражать воздушные цели на дальности 7-45 км. Максимальная скорость цели 750 метров с лэш-эс, перегрузка 5 ки. К настоящему времени ЗРК HQ-12 во многом морально устарел. Тем не менее, его серийное производство и развертывание продолжается. В войсках ПВО КНР имеется не менее 20 зенитных дивизионов HQ-12. После нормализации отношений между нашими странами Пекин выразил заинтересованность в приобретении современных средств ПВО. В 1993 году в КНР поступили четыре зенитно-ракетные системы С-300 ПМУ. Стоимость контракта, заключенного в конце 1991 года, составила 220 миллионов долларов. До начала поставок несколько десятков китайских специалистов прошли подготовку в России. В составе ЗРС С-300 ПМУ, поставленных в КНР, было 32 прицепные пусковые установки 5П-85Т с тягачом КРАС-265В. На каждой буксируемой установке находилось четыре транспортно-пусковых контейнера с ракетами 5В-55Р. ЗРС С-300 ПМУ способна обстреливать шесть воздушных целей одновременно на дальности до 75 километров, с наведением на каждую цель двух ракет. ЗРС С-300 ПМУ выполняют учебно-контрольные стрельбы на ракетном полигоне площадка номер 72 в провинции Ганьсу. Всего в рамках контактов КНР было отправлено 256 зенитных ракет, то есть для каждой пусковой установки имелся основной и дополнительный боекомплект. В 1994 году из России были доставлены 120 дополнительных ракет для проведения учебно-тренировочных стрельб. Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ представляла собой экспортный вариант X-300 ПС с буксируемыми пусковыми установками. По дальности стрельбы и количеству одновременно обстреливаемых целей ЗРС С-300 ПМУ на порядок превосходила китайский ЗРК НКЮ-2ЙОД. Немаловажным фактором было то, что твердотопливные ЗУР-5В-55Р не требовали обслуживания в течение 10 лет. Контрольные стрельбы на полигоне площадка номер 72 в пустынном районе провинции Ганьсу на северо-западе КНР произвели большое впечатление на китайское военное руководство, после чего было принято решение заключить новый контракт на закупку С-300 ПМУ. В 1994 году было подписано очередное российско-китайское СИИ на закупку 8 дивизионов усовершенствованных С-300 ПМУ-1. Экспортный вариант С-300 ПМ. Стоимостью 400 миллионов долларов в рамках контракта была предусмотрена поставка 32 пусковых установок 5П-85С ЛЕЖДИ и 196 ракет 48Н6Е. Усовершенствованные ракеты имеют дальность стрельбы до 150 километров. Половина контракта была оплачена бартерными сделками на закупку китайского ширпотреба. Контрольно-учебные стрельбы ЗРС С-300 ПМУ-1, проведенные 22 августа 2018 года в ходе учений на полигоне в провинции Ганьсу. В 2003 году Китай высказал намерение приобрести усовершенствованные С-300 ПМУ-2, экспортный вариант ЗРС С-300 ПМ-2. Заказ включал 64 ПУ-5П-85С2 СЛЕЖДИ-2 и 256 ЗУР-48Н6Е2. Первые дивизионы доставлены заказчику в 2007 году. Улучшенная зенитная система способна обстреливать одновременно 6 воздушных целей на дальности до 200 километров и высоте до 27 километров. С принятием на вооружение С-300 ПМУ-2 ПВО «НОАК» впервые получили ограниченные возможности перехвата оперативно-тактических баллистических ракет на дальности до 40 километров. Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, в КНР поставлены 4 ЗРДНС-300 ПМУ, 8 ЗРДНС-300 ПМУ-1 и 12 ЗРДНС-300 ПМУ-2. При этом каждый дивизионный комплект включает 6 пусковых установок. В итоге получается, что Китай приобрел 24 дивизиона С-300 ПМУ-1 и 244 пусковыми установками. С учетом того, что назначенный ресурс С-300 ПМУ составляет 25 лет, первые трех сотки, поставленные в КНР, находятся в завершении своего жизненного цикла. К тому же производство ракет семейства 5В-55, В-500, завершено более 15 лет назад, а гарантийный срок хранения в герметичном ТПК составляет 10 лет. Исходя из этого, можно предположить, что первые 4 дивизиона С-300 ПМУ, поставленные в 1993 году, в скором времени будут сняты с боевого дежурства. Практически сразу после того, как в распоряжении войск ПВО НОАК появились с С-300 ПМУ, в КНР начались работы по созданию ЗРС такого же класса. Впрочем, не стоит думать, что зенитно-ракетные системы большой дальности с твердотопливными ракетами для китайских специалистов были абсолютно неизвестной темой. К концу 80-х в Китае имелись наработки по эффективным рецептурам твердого ракетного топлива, а сотрудничество с западными фирмами позволило продвинуть вперед электронику. Существенный вклад внесла китайская разведка. На Западе принято считать, что при создании системы управления ЗРС-9 многое было заимствовано у противовоздушного комплекса большой дальности. Так американские эксперты пишут о сходстве многофункционального китайского радара. В то же время, нет никаких сомнений, что ряд технических решений конструкторы подсмотрели в советской системе С-300П. В первой модификации ЗРС-9 использовались ракеты с командным наведением с радиолокационным визированием через ракету. Команды коррекции передаются на борт ракеты по двухстороннему радиоканалу радиолокаторам подсвета и наведения. Такая же схема была применена в поставленных в КНР вместе с С-300МУЗУР-5В-55Р. Пуск зенитной ракеты «ХК-9». Так же, как и в С-300П, в китайской ЗРС «ХК-9» используется вертикальный старт без предварительного разворота пусковой установки в сторону цели. По составу и принципу функционирования ЗРС «ХК-9» также сходно с С-300П. Помимо многофункционального радара сопровождения и наведения, мобильного командного пункта, в состав дивизиона входит маловысотный обнаружитель ТИПИ-120 и поисковая РЛС ТИПИ-305В, созданная на базе РЛС дежурного режима. YLC-2 Пусковая установка «ХК-9» выполнена на четырехосном шасси ТИМ-ТА-5380 и внешне напоминает российскую С-300ПС. Всего в зенитно-ракетном дивизионе может быть до девяти самоходных пусковых установок, но обычно их шесть. Таким образом, готовый к применению боекомплект составляет 24 ракеты. Радиолокатор управления огнем «Хайт-233» способен одновременно сопровождать до ста целей и обстреливать шесть из них, наводя на каждую два ракеты. Многофункциональная РЛС «Хайт-233» из пузенитно-ракетной системы «ХК-9». Создание ЗРС «ХК-9» шло ударными темпами, и в 1997 году был продемонстрирован первый предсерийный образец. Достоверны характеристики «ХК-9» первой модификации неизвестны. Судя по всему, первоначально китайские ЗРС по дальности не превосходили закупаемые в России ЗРС С-300ПМУ-1-ПМУ-2. Согласно рекламным данным, озвученным в ходе аэрокосмических салонов и выставок вооружения, в экспортной модификации «ФД-2000» используется зенитная ракета, висящая 1300 кг, с массой боевой части 180 кг. Максимальная скорость ракеты 4,2 м. Дальность стрельбы 6-120 км, для модификации «ХК-9» до 200 км. Высота перехвата – 525 тысяч метров. По данным разработчика, система способна перехватывать баллистические ракеты в радиусе от 7 до 25 км. Время развертывания с марша около 6 минут. Время реакции 12-15С. Зенитная ракета экспортной модификации «ФД-2000». В настоящее время совершенствование ЗРС «ХК-9» активно продолжается. Помимо модернизированной зенитной системы «ХК-9А», которая принята на вооружение в 2001 году и строится серийно, известно о беспытаниях «ХК-9В» с расширенными противниками. Это позволяет перехватывать баллистические ракеты с дальностью до 500 км. В этой зенитной системе, испытанной в 2006 году, применены ракеты с инфракрасным наведением на конечном участке траектории. Модель «ХК-9С» использует ЗУР увеличенной дальности стрельбы с активной радиолокационной головкой самонаведения. Также в боекомплект введена ракета с пассивной радиолокационной ГСН, эффективная против самолетов «Рэпидрла». Китайские представители заявляли, что благодаря использованию быстродействующих процессоров скорость обработки данных и выдача команд наведения на современных модификациях по сравнению с первой моделью «ХК-9» увеличились в несколько раз. Система «ХК-19» с тяжелыми ракетами-перехватчиками предназначена для борьбы с оперативно-тактическими и баллистическими ракетами средней дальности, а также со спутниками на низких орбитах. В Китае эту систему называют аналогом российской С-500. Для поражения цели предполагается использовать кинетическую боеголовку из вольфрама, рассчитанную на прямое попадание. Корректировка курса на конечном участке происходит с помощью миниатюрных одноразовых реактивных двигателей, которых на боевой части имеется более сотни. Согласно американским данным принятия «ХК-19» на вооружение может произойти 2021 году, после чего в китайских вооруженных силах появится система ПРО, способная бороться с баллистическими ракетами с дальностью пуска до 3000 км. В прошлом в КНР заявляли, что в ходе полигонных стрельб китайские ЗРС «ХК-9С-В» продемонстрировали возможности, не уступающие российской зенитно-ракетной системе С-300ПМУ-2. Согласно обнародованным в США сведениям, полученным средствами радиотехнической и спутниковой разведки, в 2018 году в ПВО НААК было развернуто 16 дивизионов ЗРС «ХК-9». При этом разбивки по модификациям не предоставляется. Западные эксперты полагают, что в настоящее время в основном эксплуатируются зенитные системы, построенные после 2007 года. В КНР заявляют, что благодаря прогрессу, достигнутому в создании новых материалов и сплавов, развитии компактной быстродействующей электроники и твердого ракетного топлива с высокими энергетическими характеристиками, при создании «ХК-9» удалось создать зенитно-ракетную систему третьего поколения, минуя второе поколение. В 2011 году официальный источник Народно-освободительной армии Китая признал существование ЗРК «ХК-16». В западных справочных изданиях говорится, что в ходе создания ЗРК «ХК-16» были использованы последние российские наработки по противовоздушным комплексам семейства «Бук». Серийная модификация, в которой по итогам войсковых испытаний были устранены выявленные недостатки, известна как «ХК-16А». Самоходная пусковая установка и макет зенитной ракеты, используемой в составе ЗРК «ХК-16А». Внешне ракета, используемая в составе «ХК-16А», сильно напоминает советскую ЗУР-9М-38М1, и также имеет полуактивную радиолокационную систему наведения, но при этом китайский комплекс имеет вертикальный пуск ракеты больше подходит для несения длительного боевого дежурства на стационарной позиции. Пуск зенитной ракеты «ХК-16А». Основным назначением ЗРК «ХК-16А» является борьба с самолетами тактической и палубной авиации. Особое внимание было также уделено возможности поражения маловысотных воздушных целей с минимальной эпор. Согласно данным, Первый вариант «ХК-16» имел дальность стрельбы до 40 километров. Ракета массой 615 килограммов и длиной 5,2 метра развивает скорость до 1200 метров слэш-эс. ЗРК «ХК-16А» может перехватить воздушную цель, летящую на высоте от 15 метров до 18 километров. Вероятность поражения одной ЗРК для крылатых ракет, летящих на высоте 50 метров со скоростью 300 метров слэш-эс, составляет 0,6. Для целей типа МиГ-21 на той же скорости и высоте 3,7 километров вероятность поражения 0,85. В улучшенной модификации «ХК-16В» максимальная дальность пуска подозвуковым целям, летящим в диапазоне высот 7-12 километров, доведена до 70 километров. Согласно официальной версии, этот зенитно-ракетный комплекс должен занять промежуточное положение между В состав батареи ЗРК «ХК-16А» входит 4 пусковые установки и станция подсвета и наведения ракет. Руководство действиями зенитных батарей осуществляется с дивизионного командного пункта, куда поступает информация с трехкоординатного радиолокатора кругового обзора. Всего в дивизионе три огневых батареи. Все элементы ЗРК «ХК-16А» размещены на трехосном шасси повышенной проходимости «Тайон ТА-5350». Дивизион «ХК-16А» по дорогам с твердым покрытием может перемещаться со скоростью 85 километров, че – запас хода 1000 километров. Он способен пересекать вертикальное препятствие высотой до 0,5 метра, траншеи до 0,6 метра и форсировать без подготовки брод глубиной 1,2 метра. На каждой спу находится шесть готовых к применению зенитных ракет. Таким образом, общий боекомплект зенитного дивизиона составляет 72 зур. По состоянию на 2017 год, в войсках ПВО НААК имелось не менее четырех ЗРДН «ХК-16А». Трехкоординатный радиолокатор кругового обзора с фар способен видеть цель типа истребитель на дальности 140 километров и высоте до 20 километров. Возможности радара позволяют обнаружить до 144 и сопровождать до 48 целей одновременно. Станция наведения ЗРК «ХК-16А» способна брать на сопровождение цели на дальности до 80 километров, одновременно сопровождать 6 целей и обстреливать 4 из них, наводя на каждую по 2 ракеты. Сообщается, что в КНР успешно прошли испытания ЗРК «ХК-16В» с увеличенной дальностью пуска. Также в 2016 году появилась информация о комплексе «ХК-26», в котором за счет увеличения диаметра ракеты повышены ее разгонные характеристики, а дальность поражения по неподтвержденным данным составляет 120 километров. При этом существенно расширены противоракетные возможности комплекса. Если китайским специалистам действительно удалось создать ЗРК с заявленными характеристиками, то по своим боевым возможностям он может быть близок к новейшему российскому ЗРК С-350 «Витязь». Продолжение следует. По материалам. H-T-T-P-S colon slash slash www.globalsecurity.org H-T-T-P-S colon slash slash www.globalsecurity.org H-T-T-P colon slash slash www.indiandefencernews.in H-T-T-P colon slash slash english.chinamil.com H-T-T-P-S colon slash slash defenseforumindia.com H-T-T-P colon slash slash trishultrident.blogspot.com H-T-T-P-S colon slash slash www.scmp.com H-T-T-P-S colon slash slash www.scmp.com H-T-T-P-S colon slash slash military slash article slash 2179564 slash Chinese Missile Force Puts New Russian S-400 Air Defense System H-T-T-P colon slash slash chinesamilitaryreview.blogspot.com H-T-T-P-S colon slash slash bmpd.livejournal.com H-T-T-P-S colon slash slash shipnavigator.livejournal.com H-T-T-P colon slash slash www.osairpoa.net slash